События Великой Отечественной войны уже стали для нас историей, но память о ней увековечена в мемориалах и монументах, обелисках и памятниках. В год 70-летия Великой Победы мы будем показывать вам из серии репортажей о памятниках, посвященных погибшим в этой войне. В нашем городе немало памятников, которые хранят в себе историю времен Великой Отечественной войны. Один из них – Стелла воином-освободителем Станицы Славинской. Более 70 лет назад от немецко-фашистских оккупантов было освобождено сердце Славинского района – Станица Славинская. Почти месяц шли бои за освобождение нашей малой родины. 23 марта 1943 года солдаты 295-й стрелковой дивизии, форсировавшие реку Протока, освободили Станицу Славинскую от немецко-фашистских захватчиков. Всю ночь до утра переправлялись солдаты на западный берег реки и, сломив сопротивление групп перекрытия противника, к 9 часам полностью очистили Станицу от фашистов. Теперь на Тихой речной заводе на Пьедестале гордо возвышается памятник настоящим героям – сынам своего Отечества, воинам-освободителям Станицы Славинской. В результате кровопролитных боев более 12 тысяч наших жителей остались без жилья. Было расстреляно 700 солдат и более 1 тысячи мирных жителей. Вот уже более 70 лет мы ни на минуту не забываем о мужестве и стойкости солдат, о том, что Славинская земля щедро полита кровью защитников и увенчана обелисками и братскими могилами. Стелла воинам-освободителям Станицы Славинской – тому свидетельство. Славинская земля покрыта неувидаемой славой. Наши земляки самоотвержены и бесстрашны до последнего вздоха, до последнего патрона насмерть стояли перед натиском ненасытного фашиста. Еще один безмолвный хранитель истории – памятник Пушка. Он был установлен в 1980 году в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь освободителей города и района. 9-й стрелковой Пластуновской Краснодарской дивизии, 295-й стрелковой Херсонской стрелковой дивизии, 301-й стрелковой Донской дивизии и 4-х артиллерийских полков. В освобождении Станицы Славинской большую роль сыграли артиллерийские подразделения. На плите мемориала значатся номера стрелковых соединений, принимавших участие в освобождении Станицы. Десятки памятников, мемориальных досок – рукотворные и нерукотворные свидетели прошлых лет. Они живут особой жизнью и обязанность каждого – хранить историю для будущих поколений. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok